Это мы вот здесь вот и сейчас будем двигаться прямо в самый центр этого музея. Вау! Неплохо! Боже, какой вид! Ну вот сюда не очень красивый вид, сейчас надо найти крутую панораму, да и просто фотографию даже сделать. Класс! Идем дальше. Что, селфи запилим? Да. Очень красиво. Я думаю внутрь туда нельзя попасть. Но походите рядом. Одно удовольствие. Просто за счет того, что открывается такой прекрасный вид на Будапеште. Ах, Европа! Я думаю, что там получится крутое видо. Сейчас попробуем снять. Как будто так люди расходятся, расходятся, такой бам! Вид открывается. Сейчас. Сейчас надо прицелиться. Вот так. Вот так. Вот так. Доброе дело сделали. Мы сейчас с вами проходим самые известные места Будапешта. Ну что, давайте познакомимся с местной историей немножко. Так. Вот этот памятник, это памятник принцу Евгению. Давай, чатик, расскажи. 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 Статуя принца Евгения Савойского является одной из наиболее известных и значимых статуй Будапешти. Оно изображает принца Евгения Савойского, выдающегося военного деятеля полководца, который служил в армии австрийской империи 17-18 веках. Статуя была установлена в 1900 году, является одним из визитных карточек площади. Она представляется в огромную бронзовую фигуру принца, на коне окруженную битвенными трофеями. Принц изображен в военной форме, с мечом в руке, демонстрируя его военное мастерство и храбрость. Вот этот дядька трофей, что ли, который вот там засел. Ну ладно, не будем умничать, все равно красиво. Ну и, соответственно, сам музей. Мне кажется, моя сейчас мечта сбудется, я куплю себе попить что-нибудь. Вот уже сколько прошел, единственное место, где появилась возможность что-то купить, попить. Даже пиво. Ну что, по-горяченькому? А у нас тут нормально, кстати. Выбор от лучших. Все. Вот теперь я полностью почувствовал, что я в Европе. Настолько вкусное пиво. Мюнхенское. Надо сделать одну фотографию ключевую. Что-то какие-то мешки. Получится, не получится, конечно. С мешками не очень. Мюнхенское. Смеётся. Мюнхенское. Надо бы другую локацию выбрать, но ладно. Местная достопримечательность. Чего-то чувака понесло. Тетка его снимала, он такой. Класс. Смотрите, какая атмосфера. Абсолютно чистая и европейская тусня. Я максимально счастлив. Итак, друзья, мы с вами сидим напротив Будапештского дворца. Также известный как Королевский дворец или замок Будды. Является историческим замковым комплексом. Расположенным на горе замков Будапешт в Венгрии – это одна из самых известных достопримечательностей туристических объектов города. История Будапештского дворца уходит в прошлое на несколько веков. Первый замок на этом месте был построен в 18 веке. Нет, стоп, в 13 веке. И после этого неоднократно перестраивался и модернизировался. Замок был резиденцией венгерских королей, а также императоров Австрийско-Венгерской империи. В разные периоды истории он подвергался разрушениям, пожарам и восстановлениям. Сегодня Будапештский дворец представляет собой величественное здание с архитектурными элементами различных стилей, включая романтик, включая романский, готический, барокко и классицизм. Он включает в себя несколько важных музеев и галерей, таких как Будапештский исторический музей, Венгерская национальная галерея и Будапештская архивная библиотека. Кроме того, Будапештский дворец окружен красивыми садами и дворами, которые создают приятную атмосферу для прогулок, отдыха. Из дворца открывается великолепный вид на город Ирику-Дунань. Будапештский дворец объявляет не только значимой культурной достопримечательностью, но и символом истории Венгрии и ее связи с Австрийской империей. Он привлекает множество туристов, которые интересуются историей, архитектурой и культурой этого удивительного места. Добро пожаловать в Будапешт! Ну, а мы двигаемся дальше. Хорошо сидим. Понаслаждайтесь вместе со мной, просто поймайте тот момент прогулки в Европе. У нас еще такой большой путь впереди. Посмотрим, какие дальнейшие приключения нас ожидают. Так, господа хорошие, мы продолжаем наш путь. Двигаемся в правую часть музея, дворца. Я помню, много видео видел, когда в Британии там же тоже есть доступ к караулам, да, то есть при дворце. Вот они там, конечно, вот так попробуй сфоткаться, они там орать на тебя начинают, матом там что-то не трогай, моего коня выкрикивать. А эти вообще расслабленные. Хотите, фоткайтесь на позитиве, ребятки. Ух ты, е-мое. План пересык начался. Ну, ничего бывает, дружок. Двигаемся дальше, смотрим красоту венгерской культуры и истории. Давайте посмотрим на некоторые рисунки, изображающие те времена, площади, мосты. Красота. Рисунки выполнены маслами. Рисунки выполнены маслами. Я думаю, лучше там пройти. Мы сейчас двигаемся Скорее всего это парковая зона О которой нам Чаджи Пяти рассказал Сейчас мы посмотрим некоторые прогулочные места Короревских семей Полисион Так дорогие друзья Я немножко решил не снимать Потому что Вот из-за этого там строительство идет Не знаю, реконструкция и там шум такой стоял Вот, решил это место пройти спокойно И показать вам Классическую Европу Я очень люблю вот такой вот Такой вид всего Смотрите, какие красивые клумбы Брусчатка Эти дома Сохраненные истории Эти девочки Очередной памятник Святым А мы, кстати, с вами приближаемся Как раз вот к костелу, который мы видели еще с той стороны на мосту Теперь мы заходим к нему с другой стороны, с Будды У нас будет возможность его посмотреть во всем Во всей ее красоте и величии Ага, вот видите Вот он Будда Кастл Дистрикт Это как это выглядело в те времена Видите, все сохранилось Вот мы сейчас где-то вот здесь Вот он Кастл Здесь была реконструкция И сейчас мы спокойно передвигаемся в эту часть В эту красивую И вот как раз Вот Matthias Church Essential Art Collection Мы как раз вот сейчас сюда пройдем Смотрите, как красиво Обстановка по кайфу Прекрасно Я люблю Будапешт Кафешки Все как в лучшем европейском стиле Вот Вот она Вот оно что, Михалыч Боже мой Вживую Это Это просто смотрится великолепно, ребят Я думаю Сейчас про это прочитаем Класс Даже на видео классно смотрится Все видео я буду заливать В инстаграме Подписывайтесь Шагаем по миру И телеграм Шагаем по миру Все легко запомнить Подписывайтесь Все материалы будут там В свободном доступе Можете качать Можете использовать в своих целях А я в магазин зайду Так Продолжаем Историческую страничку Венгерской архитектуры И достопримечательности Так Значит мы сейчас находимся Еще раз Вернемся К тому Где мы С вами не были Матьяш Чорч Давайте узнаем О ней побольше Для этого Спросим у чата Расскажи Смотрите какая красота Детализация Просто Потрясающе Итак Это Матьяш Костел Вот формы Вот в таком вот Готическом стиле Костела Значит Эта церковь Одна из самых Известных И посещаемых Туристических Достопримечательностей В Водопеште Она расположена На горе Вар Тра-ля-ля Так Матьяш Костел Является историческим Объектом Который имеет Свои корни В средневековом Венгерском королевстве Изначально Церковь была построена В 13 веке Но после разрушений В результате Турецкого вторжения Она была восстановлена В 19 веке В стиле Готики И романтизма Одна из наиболее Узнаваемых Особенностей Матьяш Костела Это его крыша Которая покрыта Ярким Керамическими Плитками Да, кстати Вот смотрите Крыша Действительно Настоящее Произведение Искусства Внутри Костел Впечатляет Своей роскошью И красотой В нем Можно увидеть Великолепные Витражи Алтари Статуи И фрески А также Оригинальные элементы Декора Кроме своей Исторической И архитектурной Ценности Матьяш Костел Также является Активной церковью Где проводятся Религиозные службы Церемонии Он также Привлекает множество Туристов Со всего мира Которые хотят Увидеть Эту прекрасную Историческую Достопримечательность Сладиться видом На город С его территории Вот кстати Мы сейчас пойдем Посмотрим С вами На историческую Часть И Быстренько Сейчас попробуем Дождь начался Сорян Сейчас мы Немножко Ротрю Линзу Так Тоже да Платная история О Я знаю Спасибо Нет проблем Закрыто для туристов Ну ладно Значит там Какая-то сейчас идет Процессия Да Красота Вот она Настоящая Европейская атмосфера Играет музыка Гуляют туристы На красивых площадях Романтика Ребята Подписывайтесь На наш канал Мы Планируем Объехать Большую часть Этого прекрасного Мира И Хочу вам Показать Всю самую Красивую И исторически Ценную Часть Европейской Азиатской И Другой Части Мира Которую мы Можем посетить Посмотрите Здесь даже Есть ресторан С прекраснейшим видом На Будапешт Но почему-то он ограничен красной лентой Видать переполнен Многочисленными туристами Но отсюда уже можно увидеть Как прекрасен этот мир Сейчас попробуем Братить с другой стороны Скорее всего Нам это удастся Великолепная площадь Конечно Тоже давайте Я вам фотографию сделаю Сможете ее потом использовать Красота Вот сейчас откроется Великолепнейший Просто вид На Будапешт О май гад Просто дух захватывает Посмотрите Какая детализация А вот они Винверки Просто Просто Непередаваемые Непередаваемые ощущения Сможете Можно я спросить Можно я подпадать Да, конечно Сможете 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 Продолжение следует Сможете 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 Погнали Продолжение следует Сможете Окей, я делал белый и медий. Где ты? Здесь? Нет, Чеха Республика. Чеха Республика? Я был там. Окей, хорошо? Хорошо. Класс. Чешки. Чешки, чешки как пешки. Да, непередаваемые эмоции ребят, красота, настоящая красота европейская. Нас еще ждет вечерняя прогулка. Я думаю, есть смысл даже сюда приехать еще раз и вообще понять, как отсюда выбираться потом. Наверное, надо идти аж до того моста и искать выходы из этой прекрасной части города. Я думаю, еще поднимемся туда и в ту сторону пройдемся. А как вам такой вид? Обалдеть. Класс. Смотрите, какая красивая площадь. Здесь куда ни повернешь, везде потрясающе. Везде великолепно. Надо какой-нибудь напиток взять. Смотрите, сколько тут сладостей. Класс. Класс. Очень симпатично. Венгры тоже по-сладкому угорают. Тоже какие-то тут лепешки, завертыши. Это chimney cake. Класс. Так, смузи. Сейчас что-нибудь возьмем отсюда. Здесь есть спрайт ноль калорий. Я даже в Америке такого не видел, но видел Coca-Cola, а вот спрайт не видел. Но мне очень спрайт нравится, он очень освежает. Так, там закрыто, но красиво, просто с запечатлением фотографии. Вообще, красота. Так, фотку сделали, там везде все закрыто, и неужели там пройти нельзя. Получается, мы в тупике? Сейчас посмотрим. Да? Там уже никакого вида нету. Наверное, пойдем в другую сторону. Пойдем на спуск тогда. Здесь, в принципе, мы все посмотрели. О, тут есть автобус. Может, на автобусе уехать? Хотя я так люблю гулять, мне хочется. Тут чуть-чуть отошел в сторону, и все, и не людей, никого нету. Я думаю, надо проложить маршрут для дальнейшей прогулки. Тут неплохо можно заблудиться, на самом-то деле. И так, мы спускаемся от исторической части в городскую. И идем уже в сторону моста и других достопримечательностей города Будда. Кстати, солнышко вышло и начало придавать больше красок этому замечательному городу. Красота. Мы уже спустились вниз. Здесь очень тихо, спокойно. Такая очень мягкая европейская обстановка. Не знаю, почему тут дом так нравится. Красиво он как-то стоит, что ли. И вот такая маленькая кафешка. Симпатичная. А мы с вами подходим. Подходим мы с вами. Церковь Святой Анны. Это католическая церковь расположена в районе Фелише-Визио-Варш. Тоже красиво. Ой, посмотрите, куда мы вышли. Мы вышли прямо в место, где через дорогу находится... Сейчас скажу, что... Красивая площадь тут тоже. Так, Government Office. А, вот он, Парламент, кстати. Давайте про него что-нибудь интересное узнаем. И как раз мы подходим к мосту, на который мы будем обратно перемещаться на ту сторону, на Пешт, получается, сити. Итак, венгерский парламент находится в данный момент напротив нас, через реку. Это одно из самых известных и значимых зданий в Водопеште и символ Венгрии. Оно является крупнейшим парламентским зданием в Европе и одной из важнейших достопримечательностей страны. Построение в стиле неоготики. Здание парламента находится на берегу реки Дунай. Но это мы понимаем. Его архитектурный дизайн вдохновлен лондонским Вестмистерским дворцом. Строительство началось в 1885 году и продолжилось почти 20 лет. Здание было завершено в 1904 году. Венгерский парламент. Венгерский парламент. очень атмосферно напоминает питер но с питером не итак сейчас чуть-чуть вернемся по площади по набережной к тому костелу который мы видели в первый раз и немножко ознакомимся с его историей дальнейшем мы пойдем обратно на третий мост который позволяет нам его перейти там кстати трамваи ходит можно трамвай прокатиться то зачем я думаю с нашими прогулками не соскучимся поэтому давайте пройдемте сейчас давайте пройдем туда запечатлением этот момент знаете вот хотел бы передать свои вот чувства и эмоции которые сейчас испытывают конечно быть туристом в европе это самое лучшее что может с вами произойти и я не думаю чтобы я хотел жить европе наверное лучше быть туристом все равно вы должны жить в стране где у вас все получается где вы все хорошо знаете компетентны в каких-то вещах если есть силы и возможности и возраст позволяет можно попробовать где-то пожить еще куда сердце может позовет но только ваше внутреннее чутье и ваш внутренний голос может вам подсказать куда именно поверьте да в первое время будут трудности еще что-то но все это все это можно преодолеть пройти и найди себя в мире потому что мир нас учит обязательно учит быть лучше чему-то научиться и перейти на какой-то другой уровень существования принимайте всегда учебу уроки трудности как лучшие учителя вашей жизни и тогда вам повезет удача идет к тем кто любит рисковать кто любит принимать удар и держать удар какой бы он не был сильный вот если бы я переехал в европу я не знаю чем занимался тут конечно может быть и теми специальностями которыми я владею но в целом я не знаю просто само как бы желание жить в европе не особо горит вот путешествовать до посмотреть всю красоту европы это же представляете сколько стран нет послезавтра я сяду поезд за 30 евро я попаду в столицу другой страны за два часа круто же правильно итак мы приблизились к этому костелу который впервые видели на карте и сейчас я про него расскажу так церковь вот она поднимем информацию это будапештская реформатская церковь на площади шилай дизьо это протестантская церковь расположенная на площади шилань дизьо в будапеште она является одной из важных религиозных культурных достопримечательностей города церковь была построена в начале двадцатого века в стиле не оготики и служит местное проведение богослужений религиозных церемоний для реформатской общины архите ссори у меня то ли батарейка села то ли еще что то еще раз повторю значит церковь на площади шилай дизи является важным центром религиозной и социальной жизни реформатской общины будапеште церковь представляет интерес для посетителей которые интересуются архитектурой религиозной истории культурным наследием будапешта она и предлагает возможность узнать больше о реформатской веры и познакомиться с духовной культурной жизнью общины прекрасно прекрасно но мы двигаемся с вами в сторону моста я вам сейчас даже скажу как он называется значит это мост маргет хит мы движемся в сторону этого моста и посмотрим что мы найдем в той части будапешта нормальные подруги сидят мне сейчас друзья заряжается камера села полностью не хочу вам показать набережную вдоль которой можно попасть на следующий мост выглядит симпатично клумбы и вот такой вид круто же правда сложно не согласиться дальше это все привлечь дальше это все превращается в лесопарковую такую зону уже с зеленью и мы все ближе приближая приближаемся к мосту с этим прекрасным видом на будапешт так друзья вот он мост по которым мы сейчас пойдем и особенностью этой дороги является велосипедная дорожка пешеходная дорожка развилка транспорт все здесь все здесь на месте сейчас поднимемся на мост и пройдемся по нему дух европы вот он мост тут тоже какой-то район интересный итальянский флаг или бенгерский проходим возвращаемся городской часть в городской часть круто Прогляемся по мосту Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, мы двигаемся вниз Мост пройден успешно Сейчас пройдем к парламенту Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь тоже есть интересные маленькие площади Смотрите, солнце просто раскрасило в самых ярких красках город Будапешт Интересно, что бы это значило Давайте прочитаем историю этого памятника Что это за молодой человек? Значит, это статуя Имре Надя Это памятник, посвященный известному венгерскому политику Он находится в Будапеште Имре Надь был венгерским политиком И премьер-министром Венгрии Он играл важную роль в событиях венгерской революции 1956 года Когда Венгрия стремилась к политическим и экономическим реформам И стремилась к отделению от Советского Союза Надь выступал в защиту народа Был уважаемой фигурой И его имя ассоциируется с борьбой за свободу и демократию Вот такой мини-парк сделали для него Сейчас мы обойдем дорогу и паркинг С той стороны попадем на набережную Посмотрим еще раз на мост и выйдем к парламенту Жалко, я вот очки не взял Самый последний момент решил их оставить дома Думал, будет дождливый сегодня весь день Но погода меняется Даже вопреки всем этим прогнозам Конечно, это положительный момент Потому что сегодня у нас и солнышко разыгралось И придало незабываемый оттенок городу Будапешт Так, как бы нам определиться А, вот набережная, еще надо ниже спуститься Так Здесь можно пройти и потом там свернуть Боже, как красиво Смотрите, вот он мост По которому мы шли Все очень симпатично Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Отделка набережная на высочайшем уровне Сейчас посмотрим, как она выглядит Пройдемся по ней Итак, дорогие друзья, мы на набережной На которой можно встретить не только красивые места Но и красивых девчонок Сейчас посмотрим, чем славится Европа, особенно Венгрия Красота А вот уже интересная мадам Ну так, на троечку Сори, девушки, не обижайтесь У нас есть своя десятибальная и пятибальная шкала Такие вот годяи, мужики Все видим только в цифрах Видите, в принципе Я прилетел В одиннадцать часов Успел добраться до центра Попить симку, поесть И пройти практически всю центральную часть города На завтра оставим отдельные участки Я сегодня посижу, поизучаю Куда можно будет поехать Еще посмотреть Но, мне кажется, двух дней достаточно Чтобы просто прочувствовать город Посмотрим, где тут термальные источники есть Ходить Тоже расслабиться Почувствовать природное здоровье От термальных источников Будапешта Иногда вот даже вот просто гуляя В таких местах Можно немножко прочувствовать молодежь О чем они думают Что их заботит Студенты Ведь Европа богата Учебными заведениями Хорошими Которые квалифицируются во всем мире Единственное, я ничего не понимаю Вообще по-венгерскому Вообще непонятный язык И Слава богу, есть Хоть какой-то стандарт Что все В основном говорят на английском На текущий момент Я прошел уже 12 Почти 13 тысяч шагов Будапеште Удалось посмотреть Основную часть города Вам показать Не забываем подписываться Дальше будет много очень интересного Будем общаться с вами Будем вместе познавать мир Пока на это есть возможности Ведь что еще остается делать Когда вы создали уже И бизнес свой И семью И сделали вокруг себя Счастливыми И родственников И каких-то близких друзей Путешествовать остается И делиться впечатлениями С миром А ближе к 50 годам Начать Передавать Свои знания Через книги Через Общение Через аудитории Чему-то научить людей Вот это я считаю Основная задача И основной И самый грамотный подход К жизни Она дает вам возможность Побыть человеком Почувствовать Что такое быть человеком Постараться Пройти В чистоте Эту жизнь Ведь многие вещи И многие Скажем так Плохие вещи Которые люди употребляют Они На самом деле Забирают у вас Эти Эффекты Эти возможности Я это Могу объяснить Следующим образом Когда мы что-то Употребляем Или от чего-то Зависимы Это можно сравнить С тем Как Вот здесь у вас Ваша душа Которая Уже Наверное На всех Религиях Была Объяснена Есть ваше тело Это как Вы как хозяин Вашего дома Дом Это ваше тело Вот И Вы в нем живете Потому что Это ваш дом Он принадлежит вам И в один момент Вы понимаете Что есть Еще к вам Могут приходить гости Да Предлагать Различные напитки Различные вещества Для чего? Для того Чтобы вы Поменяли кайф И удовольствие Какое-то Иллюзионное На то Чтобы Появились новые Претенденты На ваш дом А если вы Заупотребляете То Новые существа Заходят в ваш дом И просто вас выселяют И тело больше вам Не принадлежит И те мечты И желания Которые вы имели Они как-то угасают Вам больше ничего Не хочется Потому что вы потерялись Вы потеряли ключ От своего дома Задумайтесь об этом Когда вы пребываете В чистом сознании Вы на самом деле Пребываете В истинности Существования И Понимания Своей культуры И Наверное Истории Своей души Душа же опытная Она Существует Вечность И она лучше знает Что вам Нужно Куда вам идти Что делать Если вы слышите Этот внутренний Правильный голос Не мешая его Ни с какими другими Внешними Раздражителями Веществами И так далее Смотрите Какая красота Потрясающе Такое вам Короткую Лекцию дал Надеюсь Вы услышали Меня правильно А мы пока Продолжим Фотосессии Попробуем Селфи Еще Боже Какая красота Я Что-то подобное Видел Только во Флоренции Таких масштабов Какой Красоты Можно конечно Бесконечно Впечатляться Боже Как это все Строили Это же Какими Надо было Обладать Организационными Творческими И архитектурными Талантами Чтобы это все Возвести Потрясающе Настоящее Произведение Искусства Настоящее Произведение Искусства Здесь Молодняк Тут Там ОткPP Молодняк Искусства Искусства Молодняк Искусства Настоящее Искусство 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, я думаю, сейчас мы свернем налево Потому что в этой части Есть много что посмотреть Почитать Чем мы и займемся Дрешевремя Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Красота Такие кнопки Пока мы стоим на светофоре Можно немножко набрать информацию О том, какие памятники Мы сегодня увидим В этой части города Погнали Тарам-тарам-тарам-тарам-там-там Памятник Не совсем тот Но мы сейчас поизучаем их Так Ой, ну здесь, конечно, площадь Потрясающая Просто дворец Андраси Так, смотрим Сейчас у чата сразу спросим Если на карте нету Чат все знает Андраси Андраси Гу Вла Расскажи Сейчас, почему-то про улицу Начал писать Памятник Не находит Зато есть другой Сейчас я к нему тоже пройду Очень такой Необычный Памятник На него я информацию нашел Это Да, есть информация Смотрите Значит Есть вот такой памятник Рядом С парламентом Интересно про него узнать Статуя Атилы Йожефа Это памятник В честь венгерского поэта Атилы Йожефа Одного из наиболее известных И влиятельных Литературных деятелей Венгрии Памятник находится В Водопеште Он был выдающимся поэтом Чья работа Оказала значительное влияние На венгерскую литературу И культуру 1905-1919 1937 год Жизни Он известен Своими лирическими стихотворениями Которые отражают Его внутренние переживания Социальные проблемы И стремление к свободе Йожеф был представителем Левого крыла Литературного движения 30-х годов Известного как Новое поколение Статуя была установлена В 1975 году В Водопеште Она изображает поэта Стоящего на Педестале С книгой С книгой в руках Пойдемте Но мне все-таки хочется Узнать Давайте просто Гугл Наберем Раз чат не Может Почему-то Найти информацию Андрасси Гу Гугла Статуи Так Вот нашел Она походу Не такая уж и старая Это граф Дюала Андрасси С мая 2015 год Занимает свое место Где памятник Стоял с 1906 года По 1946 год В свое время Восстановить скульптуры Планировали на проспекте Андрасси Но в конечном счете Вернули на старое место Так что теперь Конная статуя графа Привычно смотрится У южной стены парламента Так Ну хорошо Мы еще вечером про это прочитаем Когда придем на вечернюю прогулку Идем дальше Боже Какая красота Это ребятки Европа Культурное достояние Мира В Америке такого нет Вот сразу говорю Что-то может Вокруг да около Можно найти В Вашингтоне Но это все Пародия Там нету даже Ощущения того Что Гуляешь В каком-то Действительно В культурном центре Проверенном временем А здесь да Здесь это все есть Трамвай здесь вообще в тему Просто картинка Пойдемте погуляем здесь Обалдеть Здесь реально можно Фоткать каждый уголок Просто понаслаждайтесь Этим видом Этими моментами Мои друга Настая Видите С мусорками вообще не проблема Турция учись Это все ну и вот мы на центральной площади центре некуда парламент чистейшая просто площадь чистейшая прекраснейший колорит но на каждый день эта клатка шкодовая не используется Вдруг резко появилось огромное количество туристов группами зашли роскошная просто площадь я бы тут махал камерой просто целыми днями отраску прожел великолепно просто божественно инфинити пул кстати классные можно фотки поделать с отражением вот вам лайфхак от туристов сейчас мы найдем центре где-то точку чтобы был просто идеальный угол наверное где-то вот здесь жалко не столб конечно тут поставили будем его удалять потом круто даже вот на камеру сможете отражается красиво класс ух ты вот это классная фотка так двигаемся дальше у нас следующая точка это парк парк королевский наверное парк называется в общем он тоже здесь находится неподалеку прогуляемся до туда потрясающий очень много впечатлений бесконечные экскурсии каждодневные каждодневные вот вам и европа музыка живая музыка играет не могу понять откуда она играет вроде бы оттуда но не вижу оркестра не вижу музыкантов так у нас есть вариант пройти вдоль этого парка через эту аллею он как раз будет там прямо давайте пройдемся о и заодно прочитаем про вот этот памятник так значит мы находимся с вами возле какой-то мрачный конечно памятник памятник в память о жертвах красного террора это памятник чтобы отдать дань памяти жертвам красного террора периода политических репрессий и насилия происшедшего в Венгрии в 1919 году красный террор был периодом когда венгерские коммунисты возглавляемые белокумы установили временное правительство и провели радикальные меры включая массовые аресты экзекуции политические репрессии направлены против их оппонентов этот период вызвал большую дестабилизацию в стране и привел к глубокому разделению в обществе и так вот видите через что венгрия прошла а сегодня мир и порядок строящийся столетиями и входящий потом великую историю этой страны но мы двигаемся дальше к парковой зоне я даже не могу передать какие эмоции я испытываю меня же прям дух захватывает от таких мест красивых сейчас как раз мы пройдем в парковую зону там наверно будет самое красивое что мы можем увидеть в Венгрии Будапеште я заметил что вот в Стамбуле еще ловил себя на мысль что в Москве у меня есть какая-то аллергия на цветение не знаю чего может это пульсат этих одуванчиков или еще что-то топориный пух но это в период в конце мая вот это конец мая и конец начала июля может даже до середины июля а здесь нигде нет вообще вроде бы как бы близко уже к средней полосе по природе но тут такого нету что вызывает аллергия а у вас есть вообще аллергии какие-то может быть в Москве или еще в каких-то местах напишите в комментариях и не забудьте поставить лайк этому видео ну а мы двигаемся в парк вот собственно мы и пришли к нему я уверен что мы увидим потрясающие потрясающие музеи здания боже здесь вообще можно бесконечно гулять и по кругу ходить и восхищаться на самом то деле ух ты а это памятник Рональду Рейгану видите какое почтение знаете почему напишите в комментариях почему мои подписчики дорогие очень красивая площадь и парк но деревья так и достаточно сильно заслоняет всю архитектуру сложно даже посмотреть увидеть в полной красе здание здесь тоже какой-то с ограниченным доступом наверное правительственная какая-то секция не просто туда попасть нужно какие-то дополнительные разрешения наверное есть отдельная строчка в истории чему именно этот парк посвящен попробуем обратить на это внимание ух ты это должно быть интересно значит это господа мои хорошие посмотрите для вас это будет очень патриотичная информация может быть кто-то уже знает про это но я буду только рад если вы знаете этот монумент ну это как раз вот мемориал советским военным является памятником посвященный памяти советских солдат погибшим во время второй мировой войны и освобождение Венгрии от нацистской оккупации мемориал был установлен в 1947 году и расположен на площади свободы в центре Будапешта где мы сейчас находимся в принципе я так понимаю оставился в одно время как и памятник который на возвышенности стоит Будапешта он состоит из нескольких элементов включая большой стеллаж с погребами вечным огнем памятными плитами скульптурами изображающих советских солдат а где этот вечный огонь не вижу ну ладно может быть что-то поменялось основной фокус мемориала это высокий стеллаж на вершине которого установлена бронзовая скульптура советского солдата наверное это не тот мемориал но он посвящен тоже советским героям поэтому Венгрия какие бы события не происходили будет чтить память советскому герою советскому солдату невзирая ни на что поэтому Венгрия наши друзья исторически и вечно запомните это ух ты а мне кажется слева стоит памятник маршалу Жукову сейчас мы тоже пройдем туда и убедимся в этом я даже издалека вижу очень похоже должно быть а может быть и Иосифу Сталину что-то одно из двух мне кажется здесь очень много русских отдыхают те кто эмигрировали может быть просто туристами заехали в Венгрию давайте посмотрим а вы предположите напишите в комментарии чей памятник мы сейчас увидим до того как я его обозначу ну сложно да сказать сразу я думаю это не маршал Жуков точно подходя ближе я в этом начинаю убеждаться так так это Гарри Хилл интересно может быть это вообще американские меморио меморио будапишт меморио будапишт но это наверное связано уже с какими-то революционными действиями с с вами либерти-скуэр площадь свобода так ну двигаемся дальше мы уже начинаем замыкать круг в Будапеште наша дневная прогулка скоро подойдет к концу не забывайте ставить лайк подписываться много интересного нас ждет дальше Замечательный парк Небольшой такой, но Посидеть, отдохнуть здесь Абсолютно было бы круто В любое время Так Да, мы сейчас как раз идем В сторону отеля Нам буквально осталось 5 минут до него Видите, как удобно Недорогой отель С очень хорошей комнатой За буквально там 50-60 долларов В сезон, если что Я приехал в июне сюда Проходим Фонтаном Красиво Ой, смотрите, что тут происходит Тоже такой памятник Память жертвам Тоже Память жертвам Второй мировой войны Вот так вот он выглядит Вот так вот он выглядит Да, здесь действительно много куда можно пойти, в любой поворот мы куда-то попадаем, в очень красивые такие рестораны. Мне очень нравится. Ух ты, японский ресторан, неплохие цены. Может быть, вот тут рамен есть. Я, наверное, сейчас сюда залечу на рамен. Ребятки, сейчас попробуем и еще пройдемся туда вперед. Я так понимаю, что здесь уже можно во многих местах покушать и что дальше будет та церковь, с которой мы начинали наш день. Спасибо за просмотр!